Всем привет, с вами Юмилия, и это моё первое видео после всех событий, которые произошли в мире. Сегодня я хотела бы возобновить свою YouTube-деятельность, начать снимать видео и стримить. Дело в том, что с 2013 года лично я перестала читать новости и смотреть новости вообще. Но с 22 февраля 2022 года это стало невозможным. Я начала смотреть новости постоянно в телеграм-каналах, разных телеграм-каналах, что привело меня в ужасное тревожное состояние. Я думала, что сделаю некий перерыв на YouTube, потому что у самой очень странные чувства, эмоции внутри, после всего шквала информации, который на меня просто рухнул. И я читаю комментарии, вижу, что среди вас тоже есть такие люди, которые сейчас, видя все новости, видя всё происходящее, испытывают тревогу, находятся в панике. Я блогер, снимающий развлекательный контент. И то, чем я действительно могу сейчас помочь своим зрителям, неважно из каких стран, абсолютно неважно. Потому что у меня есть ребята из России, Украины, Беларуси, Казахстана и не только. Это снимать видео и отвлекать вас от всех новостей, от всего происходящего хотя бы на несколько минут. Ну и кроме того, я хочу попробовать возобновить стримы. Мне хочется объявить этот канал и все свои социальные сети безопасной, уютной, приятной зоной для всех вас. Неважно, опять же, из какой вы страны, из какого вы города. Я хочу, чтобы люди приходили на этот канал, чтобы отвлечься, получить хотя бы минимальные, но положительные эмоции. Хочу сама вытащить себя из этой бездны отчаяния, из этой бездны тревожности, в которую я себя вогнала прочтением новостей. Надеюсь, что вы поймете это и не будете сами писать в комментариях о политике. Моя позиция всегда была таковой. Если вы олдфакт, то наверняка слышали неоднократно мое мнение по поводу политики и религии, что я не затрагиваю их. Потому что мне по факту не важно, из какой вот ты страны. И честно, главное, что ты человек, что ты подписан на мой канал, что ты хочешь получить позитив. А я, как блогер, как человек, которому ты доверился, на которого ты подписался, хочу сейчас, по мере своих возможностей, подарить тебе этот позитив. Вот и все. Сегодня будет стрим. Шесть часов вечера по Москве. Я понимаю, и многие мне про это пишут, что могут быть атаки ботов, могут быть просто комментарии людей, которые находятся на нервах по поводу ситуации. У меня просьба. Вообще не писать на этом канале и вообще на моих стримах о том, кто прав, а кто виноват. Кто, что и когда начал. Пожалуйста, давайте не будем обсуждать это хотя бы здесь. Есть много телеграм-каналов, ютуб-каналов, где вы можете зайти в комментариях и действительно это обсудить, если вам это интересно. Этот канал сейчас просто ламповое место, где люди могут почувствовать себя беззаботно. Беззаботно. Я вот, например, вчера смотрела видео на ютубе. Там был срач двух бьюти-блогерш, и смотря на это мне стало легче. Вы подумаете, что я странная, и я с вами соглашусь, но этот срач двух бьюти-блогерш настолько пустяковый, настолько... Честно, по сравнению со всем происходящим сейчас, по сравнению со всеми новостями нахлыновающими, это такой пустяк. И я, смотря на все это, почувствовала облегчение. Честно, мне реально стало легче. Я поняла, что срача устраивать не буду на своем канале, но, может быть, мой контент, мои реакции станут для вас чем-то подобным. Видосом, который вы посмотрите и почувствуете хотя бы ненадолго это облегчение. Спасибо, конечно, этим бьюти-блогершам за контент. Надеюсь, что они все-таки помирятся, и не знаю, что там будет у них дальше, но вот так вот. Контента на ютубе сейчас нет, я вижу сама это, я понимаю людей, снимать сейчас очень тяжело. Неважно, там, реакции, нереакции, любой контент, снимать сейчас очень сложно. С аудиторией работать сейчас очень сложно, потому что взгляды, опять же, разные, все везде их описывают, опять же, кто прав, кто виноват. Я, наверное, повторяюсь, но все же, и еще раз, пожалуйста, умоляю, я реально умоляю вас, серьезно, я никогда такого не делала. Создать вместе со мной, помочь создать вот мне на этом канале уютную, приятную, безопасную зону. Также, есть перебои в работе фейсбука, я думаю, вы смотрели все эти новости, читали, с инстаграмом тоже сейчас проблемы. И я не знаю, что будет с ютубом в будущем, поэтому я буду стараться снимать контент. Вот, расписания определенного не будет, по мере возможностей, расписание стримов оставим. Среда, суббота, 6 вечера по Москве. Так вот, я не знаю, что будет дальше с ютубом, поэтому залетайте в телеграм. Я даже не знаю, оставляете ли сейчас свой инстаграм, все ссылки, если что, в описании, но телеграм где-то будет сейчас на экране. Заходите туда, там я пишу, записываю аудиосообщение, как можно скорее в первую очередь постить все именно туда. Потому что на ютубе не всегда есть возможность, не всегда есть время снять какое-то видео, и не всегда есть силы. Я просто действительно сейчас очень сильно волнуюсь. Не знаю, по мне это, наверное, видно, я иногда могу похихихать, как дурочка какая-то, потому что это моя защитная реакция. Не привыкла я уж такие серьезные видео делать, такие серьезные обращения. Мне привычнее сидеть, смотреть аниме, играть в игры, развлекать людей, читать книжечки, общаться, всякой фигне, нежели задвигать такие серьезные темы. Так что, надеюсь на ваше понимание, люблю вас, искренне люблю. Желаю всем добра, чтобы все было хорошо с вами и вашими близкими. До скорых встреч.